Всем привет, ребята! Сегодня мы купили набор для творчества и сегодня мы будем делать насыпные свечи. И вот я взяла ножницы и сейчас мы будем распаковывать этот набор. Лоночка. Что входит в этот набор? Тут есть вот такие песочки. Красный, оранжевый, зеленый, белый и желтый. Такие вот стаканчики. Вот эта штучка, наверное, чтобы песочек так уравнять. Ложка. Какая-то палочка. И сама инструкция. Я прочитал в этой инструкции то, что вот эта палочка это фетиде-свечки. Да, первый и второй. Я выбрала большой стаканчик и я вот этот песочек-воск буду высыпать приблизительно по одному сантиметру. Чтобы этот песочек-воск весь не рассыпался по столу, отрезать надо только кончик. Так, у меня тут немножечко просыпалось, вот вы эту кучку видите. Так что будьте осторожны при работе с такими пакетами. Так, берем вот этот стаканчик и аккуратно... Главное, чтобы пакетик был закрыт, когда вы его откладываете в сторону или в какой-нибудь шкафчик после работы. Вот тут у меня в сторонке есть такая прищепочка. Я ей этот пакетик застегиваю. Вот так. Теперь берем другой. И точно так же, как и с зеленым пакетиком, делаем. По-моему, нормально. Тут у меня есть еще несколько прищепок, 4 прищепки. Застегиваем. И повторяем. Ничего, если у вас какие-то слай получились неровные. И просто побольше других. Это даже прикольненько. Берем белый. Сыпем. Свечка, это довольно опасная штука. Ну, как бы связанная с огнем. Так что без взрослых, когда она будет готова, лучше ее не поджигать. Даже если вам 11 лет. Я тут сыплю. И я думаю, что можно до конца вот так вот досыпать. А потом подровнять вот этой ложкой. Думаю, достаточно. И закрепляем этот песочек последней прищепкой. А последний слой будет зеленым. Ну, потому что так прикольненько. Зеленый в начале и зеленый в конце. Теперь берем вот эту ложку и выравниваем. Теперь переходим к узорам. Проталкиваем эту специальную палочку через слои песка. И вот, когда они валятся будут, будет получаться очень красивый узор. Поворачиваем стаканчик и делаем такой же узор. Еще раз. Поворачиваем опять стаканчик. Старайтесь ближе. Делайте стеклу, иначе узоры получатся не очень. И даже неплохие узоры получились. Теперь берем вот этот фитиль и режем его пополам. Потому что у нас есть два стаканчика, и из них может получиться две свечки. Теперь просовываем фитиль в середину стаканчика. Вот так. Свечка готова. Ну, чуть-чуть пониже можно. Вот так. Обе мои свечки готовы. Вторую я сделала сама, чтобы вас не утомлять. Я взяла спички. И сейчас мы будем поджигать вот эти фитильки, чтобы полюбоваться красотой этих свечек. И на коробке спичек написано «Беречь от детей». И ни в коем случае это нельзя делать без взрослых. Вот. В этой комнате я здесь не одна. За мной присматриваю, как бы что тут не загорелось. Так. Берем. Вот. Свечки готовы. Сейчас я выключу свет, и мы будем любоваться красотой этих свечек. Занимайтесь творчеством. И пока. Пока ты смотришь на свечки, я тебе немного расскажу о воске, из которого они сделаны. При изготовлении свечей используется парафин, продукт перегонки нефти. Наиболее популярен как материал для свечей. И в том или ином виде входят в состав большинства свечей. Очищенный парафин – это вещество без вкуса и запаха. Не растворяется в воде и спиртах. Плавится парафин при температуре 52 градуса Цельсия. Парафин – это сырьевой материал, который успешно применяется во многих областях промышленности и во многих производствах. Производство свечей, производство мебели и лаков, сушка и пропитка древесины, производство кремов технического назначения, смазок антикоррозийных пропиток. Парафин предотвращает трение поверхности деталей и технических узлов. Производство бытовой химии, обработка металла, смазывание формы перед литьем металла. Текстильная промышленность, бумажная промышленность, производство изделий из резины для смягчения смесей. Вот теперь точно все. А теперь пока, дружок! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok